А теперь встречайте виновницу нашего торжества, автора подсудной статьи, автора книги «В интернете кто-то неправ», и вы будете смеяться у ряда премии «Просветитель» Асю Казанцеву. Когда у нас началась вся эта история с дом над гомеопатами, они, наверное, ожидали, что это как-то ухудшит мою жизнь. И это, в самом деле, немножко ухудшило мою жизнь, потому что вот уже месяц я хожу с интервью на интервью, с интервью на интервью, с интервью на интервью, и у меня на это уходит все мое время, мне некогда работать и мне некогда учиться. Недавно, когда я ходила на очередной телек, они мне там и принесли кучу препаратов для того, чтобы я их торжественно съела перед камерой. Говорят, что это самые популярные аптечные препараты, которые продаются в каждой аптеке, что, в общем, согласуется с системным нашим опытом. Но есть Траумель я не боюсь. Траумель, обезболивающее противовоспалительное средство, знаменит тем, что именно с его помощью одна, что пыталась покончить с собой, американская певица Алекса Рейджаэл, что было единственным случаем, когда гомеопатия спасла человеку жизнь. Там и в нем действительно есть разные веселые субстанции, в нем есть белодонна, в нем есть ртуть, в нем есть серная печень. Серная печень — это такая смесь полицульфидов натрия, которая используется в окажевенной промышленности для того, чтобы удалять волосы со шкур. И еще она используется в ювелирной промышленности, чтобы искусственно состаривать золото и серебро, металлы. Тем не менее, несмотря на то, что все это там есть в определимых концентрациях, то есть молекулы действующего вещества могут присутствовать, я сравнивала это с предельно допустимыми концентрациями с точки зрения нашего Минстрава, и полагаю, что есть такое вещество безопасно. Но если, может быть, только не есть его килограммами, тогда уже будут проблемы с тем, что я объелась. Что касается препаратов от простуды популярных, с ними вообще нет никаких проблем, потому что ациллококцином, как вы знаете, был сделан на основании того, что французский врач Жозеф Хоа сто лет тому назад увидел какие-то белые колеблющиеся палочки, которые назвал ациллококками, и решил, что они вызывают грипп, и потом нашел их же в печени утки, и из той самой утки до сих пор делают весь продающийся ациллококцином, потому что концентрация там 10 в 400 степени, что гораздо более крупная концентрация, чем число атомов во Вселенной. И не говоря уже о том, что ациллококков никто никогда не видел, кроме Жозефа Руа, что грипп, как мы знаем, вызывают вирусы, но тем не менее продолжают до сих пор ими лечить уткой. Между прочим, она на 3 миллиарда в год в России продается ациллококцинома. Анаферон тоже известное лекарство. Анаферон, как и все его родственники, препараты компании Материя Медика, они интересны тем, что они маскируются под настоящие лекарства. В 2009 году компания Материя Медика похвасталась на сайте Медпортала в рекламной статье, что они добились права не писать на своих таблетках, что таблетки гомеопатические. У них там написано в инструкции, что присутствует 0,03 грамма действующего вещества. 0,03 грамма — это абсолютно негомеопатическая доза. Дальше оттуда сноска, сноска маленькими буквами в виде активной формы действующего вещества. И дальше с этой сноски еще одна сноска на другую сторону инструкции, где совсем маленькими буквами написано, что активное вещество — это разбавление 10 в минус 15 нанограммов на грамм. И при этом они маскируются под науку, они даже проплачивают какие-то научные исследования в российских журналах с индексом цитирования меньше единицы. Они делают все свои инновационные лекарства по одному и тому же принципу. Они находят какой-нибудь белок в человеческом организме, который может быть полезен. Например, в случае простуды и гриппа — интерферон, который участвует в иммунных реакциях. После этого они к этому полезному белку делают антитела. И, возможно, эти антитела могли бы как-то действовать по принципу обратной связи, повышать синтез этого белка. Это неважно, потому что все равно они дальше их растворяют таким образом, что масса вещества в одной таблетке — 3 умножить на 10 в минус 27 граммов. А надо вам здесь сказать, что масса одной атомной единицы массы, одного протона или одного нейтрона, у нее степень 10 в минус 24. То есть масса молекул в одной таблетке в тысячу раз меньше, чем масса одного протона или нейтрона. В общем, вот эти три лекарства, которые были в моей горсточке того, что нужно было принять перед камерой, были мне понятны. А вот четвертое лекарство я про него раньше не читала. И я перед тем, как его есть в кадре, сказала, дайте мне все-таки почитать инструкцию. Когда я почитала инструкцию, мне стало весело, потому что лекарство, успокоительное, тоже хорошо продающееся в аптеках, содержит псорином назод, а именно содержимое чесоточного пузырька. Но, в принципе, это довольно логично, потому что если у вас чесотка, то вы волнуетесь. И значит, если вы выпьете содержимое чесоточного пузырька, то вы будете волноваться меньше. Но разведение D12, оно, в общем, тоже определяемое. Это не до полного исчезновения молекул. Но поскольку я не очень подвержена симпатической магии, то я все-таки мужественно выпила горсть этого лекарства. Вроде бы обошлось. Но в гомеопатии бывают всякие более прикольные препараты. Здесь, на самом деле, конечно, если в зале есть гомеопаты, то они сейчас скажут, что это все не настоящая гомеопатия, потому что, как уже Леша Водовозов заметил, там есть какая-то куча реперториумов разными авторами сделанных. Они противоречат друг другу. В одних одни лекарства есть, в других других лекарств нет. Вот, скажем, лекарства на основе лунного света, они есть далеко не в каждом реперториуме. И их нет в российском перечне препаратов, официально разрешенных для применения гомеопатии. Так что информацию про них я читала сейчас на украинском сайте под названием «Одесские крупинки». Большой такой модный гомеопатический сайт. Но, тем не менее, это хороший пример того, как в принципе работает гомеопатическая логика. Ну, препараты изготавливают так, что вы берете молочный сахар и перемешиваете его лопаточкой под лунным светом в духе… Вот у Макса Фрая что-то об этом было, но Макса Фрая можно, потому что Макс Фрая пишет фантастические книжки про выдуманный мир. А тут все реально лунный свет, вы на основе его делаете что-то такое работающее. И дальше всегда в случае с любым гомеопатическим средством интересны вопросы, против чего оно работает. И вот в любом реперториуме есть всегда очень подробное перечисление того, какими качествами должен обладать пациент и против каких симптомов то или иное средство может помогать. Это всегда довольно занимательное чтение. Вот, собственно, именно поэтому гомеопат на приеме общается с вами полчаса. Он спрашивает вас, боитесь ли вы темноты. Он спрашивает вас, овощи какого цвета вы предпочитаете. Это все действует как психотерапия на самом деле очень хорошо. Но в итоге для каждого средства гомеопатического, когда его заново открывают, для него возникает довольно причудливый перечень симптомов. Вот, например, если у вас есть лекарство из лунного света, вот некоторые симптомы, которые можно с его помощью лечить. Эпилепсия, кошмарные сновидения, глисты, обидчивость в отношении супруга, желание одиночества. Если у вас есть желание одиночества, вы можете пойти к гомеопату, он вам назначит лунный свет. Головная боль, которая улучшается от магнистических пазов. Не спрашивайте, там так написано. Ощущение остановки сердца во время рвоты. И также острая боль в большом пальце левой ноги. Вот, если у вас есть острая боль в большом пальце левой ноги, то попробуйте препараты лунного света. Но, по-моему, самое прекрасное, что есть в современной гомеопатии, это назоды. И причем вот все четыре назода, которые здесь упомянуты, они все входят в перечень лекарственных средств, официально разрешенных к применению в гомеопатии в России. И один из них мы видели в аптечном успокаивающем препарате «Нефрохель». То есть они, правда, довольно подробно используются. Назодами называют препараты, приготовленные из патологически измененных тканей человека, из туберкулезной мокроты, из гноя. Разные ситуации по-разному. Для каждого есть своя сфера применения. Я всегда мечтала прочесть какую-нибудь лекцию, у которой на слайде есть такая картинка. Но вот, например, активно используется еще со времен Ганемана, и до сих пор в наших официальных перечнях есть, назод сифилинум, который получается в качестве соскоба с твердого шанкра при сифилисе. И если почитать в репертуриумах, в каких случаях его надо назначать, то в основном его назначают пациентам с выраженным интересом к смерти. Там человека спрашивают, интересно бы ему было пойти в морг посмотреть на трупы, или смотрел ли он в детстве на дохлых животных. Если смотрел, то значит ему подойдет сифилинум против каких-нибудь заболеваний. Есть уже упомянутый псоринум, это назод чесоточного пузырька. Когда в репертуриумах описывается, каким пациентам он подходит, пишут для пациентов с неприятным запахом, зудом и любыми хроническими заболеваниями. Применяется столь же активно, также внесен во все разрешенные перечни назод гноя, выделяющегося из уретры при гонореи. Там и тоже длинный перечень симптомов людей, которым он подходит. Меня особенно восхитило, что он подходит для пациентов, у которых наступает улучшение в коленно-локтевом положении. Это, видимо, тоже как-то связано с подобным-подобным, гонорея, коленно-локтевое положение. Ну и есть еще туберкулином из мокроты туберкулезного больного. Он применяется для пациентов с боязнью черных собак и желанием алкоголя. То есть когда вы приходите к врачу-гомеопату, он лечит неболезно больного, он вас расспросит обо всем, что с вами происходит. Он выяснит, хорошо ли вам в коленно-локтевой позиции, он выяснит, боитесь ли вы смерти или любите ее наоборот. Он выяснит, боитесь ли вы черных собак. И после этого он подберет вам какой-нибудь подходящий раствор гноя больного человека. Но вы не бойтесь, раствор, скорее всего, будет достаточно высокодозированным, чтобы вы не смогли от него заразиться. Ну и вот этот замечательный перечень. Приложение номер 4 к приказу Минздравтметпрома номер 335. Это просто некоторые из него выдержки. Это те вещества, которые официальные сертифицированные российские гомеопаты добавляют в лекарства или назначают вам на индивидуальном приеме. В него входит бледная поганка, рвотная сыроежка, паук-птицеед. Причем на паука-птицееда там в этом документе есть сноска. И в сноске написано «все насекомое». Что заодно демонстрирует нам, насколько хорошо гомеопаты разбираются в биологической систематике. Потому что насекомые, с точки зрения биолога, это те, у кого шесть ножек. А если у кого-то восемь ножек, то он не насекомое. Но, может быть, они им отрывают сначала ножки. Потом секрет кожных желез жабы, беляна, спаренья, криозот, нафталин, нефть, стрихнин, цианистый калий, разнообразное соединение мышьяка, свинца и ртути. Потому что, собственно, общий принцип. Если какое-то вещество у здорового человека вызывает симптомы, значит, эти симптомы нужно лечить с помощью лекарства, приготовленного из этого вещества. И, тем не менее, надо сказать, что прием у гомеопата — это гораздо больше, чем просто подбор какого-то лекарства из справочника, из реперториума. Прием у гомеопата — это всегда довольно подробная дискуссия, довольно подробный разговор человека. Если это ребенок, то его родители расспрашивают весьма подробно обо всем, что с ним происходит. И есть, например, такая прекрасная гомеопатическая школа «Прувинг», на сайте которой есть описание некоторого количества клинических случаев и некоторого количества «Прувингов». Они все ужасно милые. Вот, например, приходит мальчик, и мальчика и его маму долго-долго-долго обо всем расспрашивают. И выясняют, что мальчик иногда, играя, натягивает веревочки посреди комнаты. И выясняют, что мальчик нарисовал недавно, сколько-то месяцев назад, картинку лося с шестью ногами. Шестилетний мальчик, да, обсчитался в количестве ног. Говорят, что в какой-то момент его попросили у психолога нарисовать страшное животное, и он нарисовал осьминога и пояснил, что это осьминог, который живет под водой и высасывает жизнь из кораблей. Ну и, как вы понимаете, для гомеопата эта информация очень значима клинически. Эта информация клинически приводит гомеопата к тому, что вот человек нарисовал лося с восемью ногами, вот человек натянул веревочку, и вот человек нарисовал осьминога. Значит, назначать ему лекарство надо из чего? Из паука. Потому что паук, у него тоже восемь ног, и веревочку натянул, и, в общем, сходство, и необходимо лечить подобное подобным. Вот здесь в данном случае сохранена орфография и пунктуация авторов. Пишут, мальчик противоставляет себя другим, стремится подчинить себе взрослых и детей. Вот, кстати, объясните мне этот феномен, я давно наблюдаю в Фейсбуке. Почему, если кто-то путает себя и себя, то он обязательно гомеопат. Вот, ревность, болезнь не дает победителям, все это за животное царство. Контролирует территорию в доме, устраивает ловушки, как мышонок из его сна, или как монстр, который сидит в ванной, подвешивает игрушки на веревке. Образ лося с шестью ногами, который питается мясом, осьминога, который высасывает жизнь. Оперирует суставы у кролика, и, кроме того, болен полиартритом, и у него повышенная жажда и аппетит, что характерно для подцарства пауков. А троксрабустус — это паук-тенетник, который обматывает свою добычу, обездвиживая ее. Честно говоря, для меня новость. И Википедия не очень подтверждает, что для пауков характерна жажда, и что этот конкретный вид паука обматывает свою добычу и живет в норе. В Википедии нет ни слова про то, что он живет в норе. Говорят, живет под листьями, под бревнами. Но гомеопатам, видимо, виднее, они, видимо, лучше разбираются в пауках. Поэтому был назначен препарат. Сначала в потенции 30 СРАЖ, но потом это не помогло. Через полгода дали еще большее разведение, и тут это, значит, помогло. И ребенок перестал рисовать осьминогов. Эта же гомеопатическая школа Прувинг известна тем, что она проводит испытания лекарственных препаратов. Как делается в гомеопатии, поскольку она должна быть современной, она должна развиваться, и поэтому иногда вы должны описывать новые лекарства. Вы берете какое-нибудь вещество, которым раньше еще никто ничего не лечил. Что вам удалось добыть, то вы и берете, и после этого берете дворовольцев. Может быть, одного, может быть, трех. Вот здесь серьезная гомеопатическая школа, поэтому они проводили клиническое испытание на целых восьми пациентах. Восемь пациентов, прямо уже статистика, прямо выборка уже. Там и у некоторых из них, если, например, у трех из них нашелся симптом, значит, это значимый симптом, значит, именно это дальше и надо будет лечить этим веществом. Вот они нашли в качестве препарата, они стали испытывать кровь лисы. Не спрашивайте, где они добыли лису. Вот, взяли восемь человек, стали этим восьми людям давать разведенные препараты из крови лисы и записывать, что и пациенты должны в таких испытаниях записывать все, что с ними происходит. Женщина говорит, стала более резко высказываться в грубой форме, внутренне неиздержанно в высказываниях. Другая говорит, жесткие, уверенные решения, нет задачи, которую я не могу решить. Третья, ни за что не молчу, говорю то, что думаю. Четвертое, ругаюсь, склочность со всеми. Физические симптомы. До 14 часов скованность, болезненность в травмно-забедренном составе. Это у одного человека, вы понимаете. Неуклюжесть разлила несколько раз чай-суп. Боли в коленных суставах, это у еще одного человека уже. Правая сторона, желание молока, упала, ушибла правую голень, хочу натуральную пищу, мясо, рыбы, исчезла пристрастие к сладкому. Вот самый-самый значимый симптом, который они нашли у трех человек, это желание мяса. Вот тут, видите, в скобочках написано, что 8 человек из трех в ходе этого прувинга хотели мясо. Ну, я, честно говоря, и без прувинга, бывает, хочу мясо. Но, тем не менее, получается, если придет человек теперь на прием к гомеопату и скажет, что он хочет мясо, то все будут знать, что ему поможет препарат из крови лисы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...